Здравствуйте, друзья! 3 ноября, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Сегодня вашему вниманию хочу представить, на мой взгляд, замечательный коллекционный сорт томата. Называется этот сорт КВХ. Три буквы. Я его тестировала в сезоне 23 года и сейчас поделюсь с вами своими наблюдениями за этим томатом. Томат, сорт этот не ранний, он все-таки такой более поздний. И вот, как вы видите, 3 ноября, и у меня такие еще хорошие томаты, они не поплыли. То есть, вполне нормальные плоды. Хотя уже как бы все остальные сорта либо переработаны, либо съедены. В общем-то, он у меня был самым поздним, этот сорт. Выращивала я его в теневой теплице. Думаю, что это была моя ошибка. Но я так и хотела протестировать, посмотреть, как он себя покажет в теневой теплице. Ну, во-первых, плоды завязал достаточно поздно. Я думаю, это может быть также одной из причин, что теневая теплица, даже несмотря на то, что сезон 23 года в Свердловской области, лето было аномально жарким, очень солнечным. Но, тем не менее, если теплица стоит в тени, никакое солнце не спасает. В любом случае, освещенности недостаточно в такой теплице. Температура высокая, а освещенности недостаточно. Высокорослый томат очень мощный. Поначалу он мне совсем не понравился. Очень много пасынков формирует. Я без конца его резала. А так как получилось так, что я, в общем-то, обрезала пасынки только до 17 июня, и затем я уже просто все забросила и уже не удаляла никакие пасынки в силу определенных причин. Ну, кто смотрит мой канал, постоянно знает, какая это была причина. То есть, ну, не было у меня желания заниматься растениями. И он у меня полностью зарос пасынками. Поэтому, я думаю, плоды вот такие некрупные. Так, я весы не приготовила. Ну, так, где-то, может быть, около 200 грамм вот такие вот плоды. Хотя заявлены они, по-моему, даже до полукилограмма. Но, я думаю, тут у меня не больше 200 грамм. Некоторые даже мельче плоды. Ну, так как были просто заросли на кусту. У меня всего одно растение я выращивала. И плюс еще вот у меня не было практически полива. Очень крайне редкий полив при такой аномально жаркой погоде. Может быть, раз в 2 или в 3 недели я их поливала. И совершенно ничем практически не подкармливала. За все лето, ну, может быть, 2 или 3 подкормки провела. Поэтому вот как бы плоды, я думаю, поэтому не очень крупные. Но растение мощно. Если его выращивать в теплице, то нужно отдавать ему достаточно большое место. То есть, ну, на квадратный метр не больше двух растений высаживать. Я хочу его попробовать протестировать в сезоне 24 года на открытом грунте. Несмотря на то, что он высокорослый, его, в принципе, на высоте где-то метр двадцать можно обрезать. Провести обрезку и, в общем-то, получить пусть и небольшое количество плодов. Но, тем не менее, они должны быть крупнее. В общем, хочу протестировать его, попробовать вырастить на открытом грунте. Что из этого получится, не знаю. В целом, по вкусовым качествам он мне понравился. По внешнему виду понравился. Но, конечно, нужно с ним потрудиться. Очень много формирует пасынков. Так, ну и сейчас мы с вами разрежем. Попробуем. Вот тут вот у меня один с проколом плод. Да, кожица у него тонкая, но при этом вот лежат они, хранятся хорошо. Несмотря на то, что кожица тонкая. Ну, немножко уже тут начали подвяливаться. Так, сейчас мы с вами разрежем его. И посмотрим, что же у нас тут. Мне он очень понравился по вкусовым качествам. Так, нож надо поточить. Вот так вот он выглядит. Посмотрите, какой он мясистый. Очень мясистый семян. Но не так много. Видите, только в карманах вот в этих по краю плода. Так, и сейчас еще разрежем. Мы с вами посмотрим, какая у него серединка. Ее нет совсем практически. Ой, семена падают мне на руку. Нету совсем, видите, вот этой жесткой серединки. Так, и сейчас мы с вами попробуем. Ммм, очень вкусный. Даже несмотря на то, что он уже у меня довольно-таки долго лежит. Ну, наверное, лежит уже с месяц. Да. С месяц. Вот он мне еще чем понравился. Это так же, как сорт золотой бык. Один из моих любимцев. Но я его в этом году не выращивала. В сезоне 23 года. Тоже хочу попробовать его вырастить в сезоне 24 года на открытом грунте. Но там плоды немного другой окраски. Они более лимонные окраски. С тонкой кожицей. Но лежат тоже просто замечательно. И вот этот вот сорт КВХ мне, конечно, понравился. Обязательно попробую его протестировать в сезоне 24 года на открытом грунте. Если не успею теплицу поставить. Если теплицу поставлю, то попробую и на открытом грунте вырастить, и в теплице. Так, теперь я хочу вам показать. Это для информации уже пойдет сейчас для садоводов, которые живут в городе Каменскуральский. У нас действует, как обычно у нас это осенью бывает, акция. При покупке товара в нашем магазине на сумму от 500 рублей мы даем в подарок коллекционные семена томатов. Вот КВХ на данный момент у меня закончились семена. Но я сегодня повыпускаю. И где-то вот через неделю у меня будут готовы вот эти семена сорта томата КВХ. А так мы уже раздали все в подарки. Вот. Что же есть на данный момент? Показываю, так как ограничено, очень ограниченное количество у меня осталось здесь. Окс десерт, это F2. Вот в таких вот пакетиках они у меня. Так, я не буду показывать, я, наверное, просто перечислю. Окс десерт, это очень хороший томат. Он, конечно, гибрид, но я F2 собрала семена сердцевидной формы. У меня есть на канале ролики. Можно вот посмотреть за лето 2023 года. Я там показывала этот томат. Но, конечно, он еще, по-моему, там был в технической спелости. Зеленые плоды были. Потому что в дальнейшем я уже не снимала ролики. Вот уже начиная с конца июня не было, по-моему, у меня роликов в саду. Также есть совсем небольшое количество сорта золотой бык. Очень ограниченное количество древнее сердце аквитерми. Но золотой бык я уже рассказала, какой он примерно. Древнее сердце аквитерми. Очень крупные плоды до 700 грамм. У меня даже без ухода выросли до 700 грамм. Думаю, что если бы я проводила хорошие подкормки, то они, наверное, были бы еще крупнее. Но не могу сказать, что было очень много плодов. Но также это я списываю на то, что не было даже элементарного полива своевременного. Желтый клык. Тоже мне очень понравился этот томат. Я почему-то его не сняла. Плоды не сняла. Не снимала ролик. Вот так вот посмотреть, как он выглядит. Мне кажется, я не снимала ролик. Почему-то забыла про него. Но в плодах было очень мало семян. Поэтому у меня совсем небольшое количество осталось их. Манго-джанго. Томат. Многие гоняются за этим сортом. И вот так же я его нафасовала. И польская слива тетушки сварла. Тоже вот такое небольшое количество пакетиков. Почему так мало? Несмотря на то, что плодов было достаточно в сезоне 23 года. Я не могу сказать, что они у меня были гигантские. Также вот из-за недостаточного полива. Но тем не менее, 400 грамм они набрали с плоды. И семян там практически нет. Бывают даже моменты, когда разрезаешь крупную помидорку, крупный плод и ни одного семечка. Поэтому семян очень мало. Если вы какой-то из этих сортов желаете получить в подарок, пожалуйста, приходите в магазин. При приобретении товара, как я уже сказала, на сумму от 500 рублей, вы можете выбрать любой на выбор сорт. Друзья, на этом я заканчиваю свой ролик. Всем до новых встреч. Сейчас буду выпускать семена из сорта томата КВХ. Всем его рекомендую. Но опять же, рекомендую-то я его всем. Он по вкусовым качествам мне очень понравился. Но если вас не пугает то, что он очень мощный куст, и придется вам его очень часто посынковать. Иначе плоды будут вот такие некрупные, как у меня. Если без посынкования выращивать, я постараюсь его в следующем сезоне хорошо посынковать. Посмотрю, какая масса плода будет. Вообще у него, по-моему, заявлен до полукилограмма вес максимальный. Вот где-то в отзывах я читала, что до полукилограмма вырастают плоды. А по вкусовым качествам просто исключительно хорош. Друзья, всем до новых встреч. Пока-пока.